Если можно, мы хотим поговорить о Сирии, можно сказать, конечно же, события в Сирии. Не заставили ждать, и как бы на них не повлиял и Новый год, можно так сказать. Но как вы их комментируете, и в последнее время мы видим активизацию некоторых военных действий, и ваш комментарий? Вы понимаете, действительно, события в Сирии, начиная с сентября прошлого года, 2013-го, разворачиваются в таких разнонаправленных направлениях, если можно так сказать. Потому что после вот этих предложений о вывозе сирийского химического оружия, угроза нападения со стороны США и Западной коалиции, она была снята. И ситуация стала развиваться вот как бы на таком глобальном уровне довольно спокойно. Но, с другой стороны, внутри, собственно, самой Сирии продолжает идти вот эта вот гражданская война, которая идет уже скоро как, ну, три года. И мы видим, с одной стороны, разнообразные военные действия в разных частях Сирии. То успех сопутствует правительственным войскам, то где-то, значит, оппозиционные силы как бы захватывают какие-то регионы. Но тут нужно еще один важный момент отметить, что сейчас в среде оппозиционных сил имеется довольно сильный раскол по поводу вообще того, как себя вести и как вести военные действия. Потому что там же такой вот конгломерант различных организаций от резко таких вот связанных с Аль-Каидой, да, и супер такими вот, ну, экстремистскими силами до, ну, вроде как таких вот умеренных гражданских, да. И эти гражданские вот совсем недавно стали заявлять, что они как бы вот с этими экстремистскими силами ничего общего иметь не хотят и не будут, да. В связи с этим вот эта вот готовящаяся конференция в Женеве, да, по урегулированию ситуации, она тоже вот в таком, ну, не то что полуподвешенном, но не совсем понятном состоянии находится. Потому что вроде бы подготовка не идет, но с другой стороны среди оппозиционных сил есть вот такие вот сильные разногласия. Потому что некоторые заявляют, что мы не будем там присутствовать, да, вот, и внутри, как я уже сказал, есть большие разногласия между ними. Потому что действительно сами вот эти вот, ну, как бы умеренные гражданские, что ли, силы, они понимают, что если придут, если они будут идти в связке вот с этими экстремистами, да, то их просто самих сомнут, что если, не дай бог, режим как бы вот упадет, то от них тоже фактически ничего не останется. Поэтому они сейчас очень сильно забеспокоились. Это вот такой общий контекст, да, но в связи с этим начинает постепенно вывозиться вот это вот химическое оружие из Сирии, да, вот и Россия там предоставляет свои услуги, свои транспортные средства для этой цели, да, то есть вот как бы процесс сам вот он идет. Вот поэтому вот на данный момент действительно ситуация вот в таком вот ключе там находится, ну, вот буквально начало этого года, на январь. Да, Леонид Юрьевич, вот вы интересный момент упомянули в связи с разногласиями среди оппозиций, но самое интересное, что и из Запада слышны заявления различного рода в таком контексте, что вроде, что как бы нужно, они тоже делают разницу между оппозицией, хотя не секрет, что они сами подтверждают, что они поддерживали и ту самую экстремистскую, можно сказать, оппозицию. Вот в чем заключается причина вот такого вот раскола и на Западе, что они сейчас делают разницу? Вы понимаете, какая ситуация? Вот в связи со многими событиями и ситуациями это произошло, мы помним ситуацию в Египте, да, вот с братьями-мусульманами, которых, ну, ведь ничего греха таить, действительно, фактически их Запад на первых порах поддерживал, да, но когда они взяли практически всю основную власть в Египте, то вот стали вводить свои вот эти вот нормы, обычаи, вот и прочее, да, то это вызвало действительно резкое недовольство как во второй половине граждан Египта, которые против них голосовали, так и на Западе тоже пришли, так сказать, ну, мягко говоря, в недоумение, потому что Египет, он на протяжении, ну, 30-40 лет был фактически союзником Запада, да, и там правил авторитарный, но светский режим, да, действительно, это мусульманская страна, да, но каких-то вот таких вот экстремистских вещей все-таки там не было, да, а вот сейчас это постепенно начиналось, да, и поэтому пришла вот эта вот ситуация в такое вот разгоряченное вообще состояние внутри Египта, да, и мы знаем, чем все это кончилось, что вот и Мурсию отстранили от власти, да, сейчас вообще братья-мусульмане у них там запрещены, как экстремистская организация, поэтому, смотря на Сирию, да, некоторые деятели на Западе, да, они стали понимать, что вот эта часть оппозиции, да, вот эта вот экстремистская, ну, специально так называю, я не хочу никого обидеть, потому что действительно ислам это очень мощная, старинная, ну, старая, замечательная религия, да, и поэтому здесь все там, так сказать, верующие люди, все, но вот эти вот экстремисты, да, которые могут, прикрываясь, так сказать, исламскими лозунгами прийти к власти, они могут наворотить там такого, что мало никому не покажется, да, а так как это регион Ближнего и Среднего Востока, он действительно очень важен и в геополитической ситуации, и в экономической ситуации, мы понимаем, что там значительные, если не основные, ну, значительные все-таки запасы нефти, газа сосредоточены, которые, так сказать, продаются и на Запад, и на Восток, и в Америку, и в Америку, да, поэтому, если здесь раскачана будет ситуация до таких вот крайних пределов, то это будет, ну, действительно страшно, как говорится, да, и вот эти вот разумные силы там тоже все-таки есть, ну, не надо же сбрасывать это со счетов, поэтому они вот так вот стали и выступать против этого, потому что был уже опыт того, что вот эти экстремисты, приходящие к власти, они сметают практически все, и там начинается в странах вообще непонятно чего. Да, если можно, в то же время все-таки нельзя говорить, что Запад не знал об искренних, как бы, истинных намерениях, истинном характере тех организаций, которые они поддерживали, вот именно экстремистских. Может, под этим и есть какая-то вот все-таки политическая игра, за этим стоит? Вы понимаете, мне кажется, что да, конечно, знал, но, может быть, они, знаете, на что надеялись? На то, что, ну, с помощью этих экстремистских сил там все будет сметено, а потом эти экстремистские силы могут, можно как-то прижать, подавить и прочее, прочее. А сейчас ситуация так развивается, что, скорее всего, это не получается. Вот, поэтому я думаю, что, скорее всего, это сыграло свою определенную роль. Но я же с самого начала сказал, что это часть западных элит, и другие, есть такие более, ну, как бы, настроенные негативно, они могут считать, что и с этими экстремистами тоже все может быть нормально. Поэтому здесь тоже, да, я же с самого начала сказал, что однозначно говорить о общей позиции Запада нельзя, что там есть и та сторона, и другая сторона. Поэтому вот тут действительно вот такие подходы, они существуют. Да, и вопрос интересный, и мне, как бы, хотелось бы задать вам в связи с тем, что, как мы видим, в Совете Безопасности завершаются дебаты и дискуссии, можно сказать, даже борьба за именно вот сирийский вопрос. Совсем, если не ошибаюсь, вчера прошла информация о том, что Россия заблокировала очередное антисирийское, можно сказать, заявление в Совете Безопасности. А как вы думаете, вот в таком ракурсе есть ли возможность, возможность или вообще желание стран США разыграть именно вот эту вот ситуацию, когда все-таки они уже готовились к войне, а здесь вот по усилиям России, в том числе и Ирана, и Китая, им это не удалось сделать. И вот сейчас как-то разыграть ситуацию. Вы понимаете, я думаю, все-таки нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки в главе с Обамой это невыгодно. Тем более мы сами помним, что Обама сначала как бы заявляла о возможных атаках на Сирию, но после выдвинутых Россией инициатив, он резко, так сказать, сдал назад, и эта ситуация как бы утихомирилась. Потому что для него, как президента Шершева, что в первый свой срок, что во второй срок, как такого миротворца глобального, который ратует повсеместно за правособлюдение прав человека, за ненасильственные методы и прочее, то это, как говорится, смерти подобно. Тем более мы знаем, что он получил Нобелевскую премию в свое время. За мир как бы, да, вот именно Нобелевскую премию мира. Поэтому я думаю, все-таки за оставшиеся почти три года его пребывания власти, я думаю, все-таки такого не будет. Ну, единственное, что, если уж какие-то совсем внутренние американские дела не будут на него давить, значит, связанные с экономическим кризисом, с раскладом внутриполитических сил, вы понимаете, я думаю, здесь еще очень важный роль сыграет ноябрь вот этого года, когда пройдут промежуточные выборы. Вот Конгресс в Соединенных Штатах, да, там же полностью палата представителей у них меняется, и избирается часть сенаторов, губернаторы очень многие. Вот если на этих выборах победятся такие вот силы, ну, которые резко за военные действия выступают, там, часть из них, естественно, связана с республиканской партией, да, то тогда какой-то поворот в его внешней политике, я думаю, может быть, потому что все эти силы, они будут давить на него, да, как на президента. Ну вот, но вот в ближайшее время, я думаю, все-таки нет, потому что, ну, ситуация вот она сейчас так развивается, как развивается, довольно в таком, ну, относительно, еще раз повторяюсь, спокойном ключе, и, ну, как бы ему не очень выгодно сейчас ее обострять.